Улица Нахимова неподалеку от выезда на окружную. Прямо с утра люди в оранжевых жилетах методично фрезеруют и выравнивают все колдомины до вот таких вот правильных прямоугольников. Дальше так называемый карточный ремонт, но дефекты устраняет уже горячим литым асфальтобетоном. Так надежнее и крепче. Для этой дороги, по которой часто ездят большие грузы, так уж точно. Сейчас вот укладка идет горячей смеси тип В-маркетерей, то есть соплоуплотнение и так вырезка, уплотнение полностью в весь сектор подъемочный ремонт. Сначала фрезеровается вейбейна, потом убирается грязь, пыль, то есть выдувается это все. Обработка вяжущим происходит и укладка непосредственно асфальтобетоном. Если где-то вейбейна очень глубокая, то есть больше 5 сантиметров, то происходит еще подсыпка отщебня. Дно, аккуратно вырезанного в полотне прямоугольника, обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают смесь. Сам асфальт, по словам рабочих, очень хорошего качества. Наверное, еще и потому, что он местный. Сегодня как раз запустили рязанский асфальтобетонный завод. Просушиваем, можно сказать, просушиваем. Потому что он наделется, через барабан пройдет и буду асфальт делать. Производительность завода 50 тонн в час. Состав смеси, группа компонентов, исчебни различной крупности, дробленого или природного кварцевого песка, дорожного битума, специального минерального порошка. Горячий асфальтобетон используют для ремонта дорог в теплое время года. При этом все мобильно. Необходимости в полном перекрытии и движения нет. Есть только одно условие. В дождь горячий асфальт не кладут. Нерентабельно. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо. Спасибо.